После того, как клубника отдала свой последний урожай, уже прошло больше месяца. За это время кусты нарастили зеленую массу, выпустили новые усы и стали гораздо гуще. Поэтому в конце августа или в начале сентября нужно хорошенько прочистить посадки от старых и больных листьев. Это делается именно до начала сентября, поскольку растение еще должно успеть нарастить здоровую листву, которая шапкой укроет корни в морозы. А после того, как кусты приведены в полный порядок, нужно обработать клубнику средством от болезней и вредителей и подкормить. Также обязательно нужно зарыхлить в землю полуразложившуюся мульчу, которая была разложена в середине лета. При обилии осенних дождей мульча пойдет кустам только во вред, поскольку будет повышать влажность воздуха под кустами и привлекать гнили и болезни. А при зарыхлении в грунт она выступит в качестве натурального органического удобрения. Также стоит подкормить клубнику в августе минеральными удобрениями с калием и фосфором, рассыпав гранулы между кустами и зарыхлив на большую глубину. Это может быть сульфат калия и суперфосфат. По 5 граммов на каждый квадратный метр посадок. Также можно использовать сухую древесную золу аналогичным образом. По полстакана на квадратный метр зарыхляем в землю и сверху поливаем чистой теплой водой. Эти удобрения и в зиму поддержат клубники и весной начнут работать при начале сокодвижения по растению.